Прошу прощения заранее за мои волосы, сейчас уже 3 часа ночи, и как вы видите, у меня что-то типа нету, и придётся вот так вот снять. Но я бы хотела немножечко пожаловаться. Давайте начнём с того, что концерт был прям очень классным. Концерт и фан-митинг был на высшем уровне, но я так скажу вам некоторые основные минусы и некоторые там мелкие минусы, так скажу, потому что концерт именно в Шамкенте был, ну, таким, не знаю, проблемным. Начну с того, что в начале, да, вы все знаете, то, что концерты отменили. С начала концерта с фан-митингом. Фан-митинг сам был отлично, нужно было записать вопрос на бумажку, мы не успели, но это, по сути, получается, наша вина. Деньжним путём войти на фан-митинг было невозможно. С фан-сайна уже начались небольшие проблемы, потому что мы все думали, что снимем какие-то классные переходы, какие-то видосы, мы все подготовились к этому, но нам тупо не разрешили снять видосы. На самом деле было так обидненько, потому что в других городах сняли вот реально очень крутые видосы, очень крутые переходы, с чем можно было собрать нормальное количество просмотров в ТикТоке. Если нельзя снять, то, думаю, лучше делать это для всех городов, потому что даже мы были предпоследним городом, туром первой части, получается, но после нас в Алмате тоже разрешили снять видосы, это было очень любезно. Я хотела ещё отметить вот эту большую фишку, большой плюс, то, что ребята из Натима были прям такими суперкрутыми, потому что, ну, они общались с нами, просто нас поддерживали всякими шутками. Несмотря на то, что нам нельзя было снять видосы, они просто разрядили, так скажу, обстановку, ну, всякими там шуточками, не знаю. Вот к чему я не подготовилась, это было именно то, что нам не разрешили вот снять видосы, у меня прям чуточку упало настроение, был такой отпадок настроений, и я была принята ситуацию, у меня просто руки дрожали, я не могла вот нормально сфоткать, я даже чуточку волновалась насчёт того, что фотка будет, ну, прям, не очень отчётливым, да. В первом стоял Эй, и я хотела, вначале, он держал камеру, но освещение ещё плюс был не очень. С его стороны, освещение было не очень таким классным, поэтому мне самой пришлось сделать этот салфи, ну, по сути, нет никаких проблем, да, ну, просто у меня руки дрожали, поэтому я волновалась, за счёт того, что фотка будет не очень прям красивой. Они были реально очень напряжённые, они были очень усталые. Вообще, концерт на Тиана в Шенкенде был абсолютно приключением, потому что их команда, и все опаздывали, поэтому, наверное, я заметила, кроме бала у них, наверное, у большинства ребят просто ниже меня. И мне пришлось вот сильно протянуть руку, чтобы делать салфи, а у меня руки и так тряслись, после этого прям вдвойне. В отличие именно с Олемом для меня было таким классным, потому что, когда мне было примерно 9-10 лет, Олем был, ну, почти моим вязом, потому что, ну, не знаю почему, он был почему-то любимчиком из Нэнчуана для меня. И он поставил автограф, я сделала с ним салфи, и я всё же отмечу этот факт, то, что вот и наши волонтёры из Шенкента, и ребята из Нэнчуана Тимона, у неё реально ребята из Нэнчуана Тимона, понравились прям ощущениям. Там стоял парень, он говорил, давай быстрее, быстрее. Ну, я прям могла, здесь уже я начинаю разрыдаться, и я его попросила, чтобы он сфоткал меня со задней камерой, да, ну, чтобы было какое-то необычное фото, чем просто обычное салфи. Он сказал, давайте, давайте его сфоткаю, потом он меня сфоткал, я сейчас где-нибудь прикреплю эту фотку. А потом я такая спокойненькая иду, и как думаете, что, я забыла свой автограф. Я прям вся в слезах, так и рыдаю, а мне там автограф. Я назад смотрю, и вот так вот Алина меня рукой машет, то есть моего постера, нет, это назад смотрю, а Алина вот так вот делает, ну, типа зовёт к себе. Оказывается, я там забыла свой постер, сзади меня, вот, волонтёр из Шинкента. Реально, он типа говорит, девушка, вы куда идёте, я там, я говорю, я там постер своего забыла. Я там быстро прибежала и взяла, и ещё, и подходит ко мне второй мальчик, ну, второй, и ко мне подходит второй человек, и не знаю, и ко мне подходит второй парень из Нэнч Ван Сима, и он типа такая спрашивает, вы точно не сняли видосы? Ну, короче, отначально они типа подшучивали, что ли. Я спросила у них типа разрешение, ну, то есть они сказали, что нельзя снять видосы, я такая говорю, почему в других городах уже сняли? И он типа такая говорит, если вы будете снять, типа, вас увезёт, или вас просто, ну, наказавшим, что-то говорит. И я там уже разрыдалась, и здесь поставили такие видосы. Потом я здесь говорю большой-большой минус, это сцена. Понимаю то, что это не вина Нэнти Уанна, вот, читая этого был консервированный Жуганусова, и они построили сцену в центре, по-моему. Сцена была очень высокая, и нам просто тупо было особо нечто так видно, честно говоря. Прям очень такой маленький кусочек виден, а остальное нет. Это был, конечно, большой минус. Второй минус то, что вот, вы все знаете, в каждом концерте Нэнти Уанна поёт с фанатами, с каким-то, ну, с несколькими фанатами, или с одним фанатом. Мы издавали плакат. Я всю ночь не спала, прям купила многое маркеры, и нас просто не предупреждают. Оказывается, мальчика, с которым они пели, они подготовили заранее. Как я узнала, ему написали заранее, что именно он будет петь. В конце он пел. Ну, я там немножечко расстроилась, я не знаю, может, и себя так слишком много брала. И там уходит на сцену парень, он тиктокер, оказывается. Его было здесь уже разрыдаться, но здесь не от счастья, именно от гнева, не знаю. Я была прям расстроена, но хотя все было круто. Они выступили прям классно, у мальчика был реально очень классный голос, но у меня вот руки дрожат. Но мне было, не знаю, чуточку обильно, не знаю, к чему я обижаюсь, хотя... Ну, концерт прошел очень классно, и все было очень хорошо. Вот. Я на самом деле очень сильно жду следующий концерт, 91. Кстати, я еще хотела отметить про танцоров, хореографии и танцоры, прям, не знаю, отдельный вид искусства. Прям очень классно все. Еще был отдельный, отдельный номер Зака, и еще отдельный номер Зака с Бауэй, наверное, да, Заки была. Хочу отдельно отметить именно Зака, и хотела бы поблагодарить его... Ну, ладно, хотела бы поблагодарить всю команду Night One Team и Night One за их труд, за их творчество. Вот именно в Казахстане я не увидела еще концерт в таком уровне. Все было очень масштабно, все было очень классно. И вот иглзы, они прям были очень такие милые, все красивые, не знаю, но я бы побывала ну, довольно-таки в нормальных количествах концерта, но именно вот аудитория, слушателей таких вот адекватных, таких классных, красивых, заряженных, энергичных. Я еще не увидела всем ребятам, которые там были, которые общались со мной. Всем спасибо. Там, короче, зеркало не очень. Вот. Из-за меня, каждой зерушке вообще лишние. Ну, ладно. Я очень голодна и хочу кушать, но мне лень пойти в магазин, поэтому... короче, я пришла. Тут все девочки такие красивые, но пока что я жду с собой друга. Она должна с чем-то прибыть. У меня в глазу прям ужасно, не знаю. После того, как видела красивые иглзы, вообще самооценка падает. Ну, ладно. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok в лесу. Субтитры создавал DimaTorzok Веселение. Субтитры создавал DimaTorzok в лесу. Веселение. Ого! Ого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok